Ни в твоей, ни в моей жизни нет никакого смысла. Очень глубокая тема — смысл жизни. Очень много духовных мастеров или практик, где люди занимаются духовными практиками, и они несчастны. Они очень сильно духовные, но в материальном мире не сильно реализовались. Они под пальмой сидят и считают, что нормально. Это избегание. Есть очень много людей, которые сильно богатые, но они не духовные. Это тоже перекос. На самом деле, где-то должны встретиться посередине. Человек должен быть точно духовный, и он точно не должен нуждаться. И в этом, наверное, есть счастье, когда есть свобода духа и свобода материального тела. Поэтому очень важно еще и здоровье. Икигай — три кружочка, счастливая душа, ее развитие и смысл жизни там же. Вот вообще для чего добро и зло? Ангелы, бесы, архангелы. В сущности, это борьба между добром и злом. Вот это божественная дуальность. Почему белая и черная? Почему тьма и свет? Есть такое понятие божественная дуальность. Нил Дональд Уолш «Беседа с Богом». Первые четыре книги прям рекомендую. Потом, мне кажется, идет повторение. Или на тот момент, когда я читал, я, может быть, был не на том уровне духовного развития и интеллектуального, потому что прошло уже лет, наверное, восемь, если не больше. Сначала был Бог. Ему стало скучно, потому что он все. Вот тебе представьте сквозь человеческий ум, когда ты являешься всем, и ты все знаешь и все понимаешь. Как тебе познать себя? Никак. Теперь он делит себя пополам. И это называется теория большого взрыва Вселенной. Он делит себя пополам, и одна сторона взрывается. И разлетается на мелкие-мелкие кусочки Вселенной и так далее. Теперь остается большой один Бог, одна его половинка, и вторая половина в мелких-мелких таких кусочках, их назвали душами. И земля — это одно из тех мест, где душа может проявить себя. Откуда бы я знал, что такое зло, если бы я не был злым? И откуда бы я знал, что такое добро, если бы не было зла? Откуда бы ты мог понять, что такое холод, если бы не было жарко? Только на контрасте, на божественной дуальности мы можем познать себя. Перед тем, как прийти на эту землю людьми, мы все друг с другом договорились, то, кому будет. Ты будешь моим папой, ты будешь моей мамой, ты сыном, ты дочкой. И вот Бог говорит, ты можешь быть кем угодно, иди на землю и пройди отток. И у одной из душ есть желание быть прощающей. И Бог говорит, оглянись вокруг, вокруг нас очень много душ, и они все светлые, кого ты будешь прощать? Прощать некого, все добрые. И одна душа услышала и подходит к ней и говорит, я могу прийти на землю, снизить свои вибрации так, и совершить что-то, чтобы ты мог меня простить. Я хочу исполнить твои желания. И каждый раз, когда ты встречаешь человека, который тебе делает больно или несправедлив по отношению к тебе, помни, что ты просил его об этом, потому что твоя душа хотела быть прощающей. Каждый человек, который тебе встречается, это твой ангел, которого ты попросил. И эта теория, она одна из немногих, которой не близка. Если хотите под более подробно эту историю послушать, забейте в ютубе в поисковик «Маленькая душа и солнце». И нет никакого смысла ни в твоей, ни в моей жизни взрастить свою душу в любви и радости. И после этого отдать ее просто Богу и быть прощающим. Прощайте всех. И помни, люди, с которыми ты сталкиваешься, все ангелы. Ангелы, которые рядом с тобой. Ты с ним с каждым договорился. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok